Всем привет! Я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я вам покажу, что в экстремальных условиях может сделать спокойный, уравновешенный шведский Volvo. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У самого большого и у самого роскошного внедорожника Вольво Вольво XC90 появилась гибридная версия. Это мощь. Два мотора, двухлитровый бензиновый с турбиной и электрический, выдают вместе целых 407 лошадиных сил. Поэтому почти трехтонный автомобиль может разгоняться до сотни всего за 5,5 секунд. Когда такую массу и такую мощь выпустили налет в Альпах, да еще и заставили отключить систему электронной стабилизации, получились веселые покатушки. Дело в том, что у гибридного XC90 аккумуляторную батарею расположили между осями в центральном тоннеле. Это дало низкий центр тяжести. Батарея, к слову, хорошая. Только на электричестве XC90 может проехать больше 40 км. А сам электромотор противовес бензиновому двигателю установили на задней оси. Поэтому у большого тяжелого внедорожника получилась отличная управляемость. Даже когда на скорости делаешь змейку на льду и снегу. Кто бы мог подумать, что солидный добропорядочный Volvo позволяет так хулиганить. Кстати, в этом году полному приводу Volvo исполняется 20 лет. И рекламные ролики о первом полноприводном шведском универсале Volvo 850 All-Wheel Drive снимали именно тут, в австрийских Альпах. Стель Магдас Авто! Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу Стель Магдас Авто на Радио Вести. И конечно ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok